Завтра в Челябинске запустят движение по двум автомостам. Это путепровод на Троицком тракте и виадук в районе Коксахима. Последний, правда, будет открыт не для всех. Большие грузы и трамваи пока не станут ездить по мосту. Почему? И за что решили оштрафовать подрядчика, знает наш корреспондент. Многолетняя эпопея со строительством моста на Троицком тракте подошла к концу. Пробок и эффекта бутылочного горлышка больше не будет. Новый четырехполосный путепровод готов. Мы свои обязательства, как я понимаю, выполнили по 15 июля. Запустите завтра движение. Запустим. Я так понимаю, эта трасса будет работать, у больших грузов будет паник преимущественно. Да, да, да. Большие грузы будут идти по одной полосе и уходить будут на Старотроицкий тракт. Чтобы асфальт на мосту не деформировался в такую жару, дорогу будут поливать водой. Ограничений для больших грузов вводить не планируют. Одновременно работы завершат на полосе, ведущей на Старотроицкий тракт. Ее закроют на две недели. Чуть позже, в течение двух недель, подрядчик пообещал расширить въезд на путепровод. Он будет сделан после того, как прекратится движение по Старому путепроводу. Тем не менее, на Старом путепроводе будет переложен асфальт, и он тоже будет функционировать. Так что здесь дорожная ситуация непосредственно в этом месте улучшится. Я этому рад. Другой проблемный объект готов. Почти. Мост на Коксахиме был закрыт в 2018 году. Он находился в аварийном состоянии. За 2019 год был запроектирован реконструкция данного объекта. Это 100 погонных метров фактически путепровода и 200 погонных метров по 100 с каждой стороны подходов. И в ноябре месяце заключен был муниципальный контракт. Прошлой осенью подрядчик приступил к реконструкции моста. Работы шли непросто. Когда забивали сваи, то есть опирались в грунты скальные, особо прочные, и в бетон, который использовался здесь раньше при строительстве завода, сваи ломались у нас на этом мосту. То есть нам приходилось оперативно быстро принимать решения и дальше продолжать работать. Сегодня ночью подрядчики должны уложить финальный слой асфальта. Завтра вечером мост откроют для легковушек и автобусов. Правда, в отличие от Троицкого тракта, движение больших грузов здесь ограничат на 10 дней. От большого веса новое полотно может деформироваться. Транспорт – это хорошо. Завтра вечером трамвай. У нас порядка 10 механизаторов только с пневмонией. Больницы три мастера с пневмонией у нас. То есть у нас моменты просадки были поэтому. Коллеги, можно констатировать, что не справились с той датой, которую у вас и в контракте, и которую вы обещали. Уверен, что те объемы, которые были по тем же трамвайным путям, их совершенно точно можно было решить, реализовать. Подрядчик свою часть ответственности за это понесет. Мы добьемся выплаты штрафных санкций за нарушение срока. Они там понятны. Компании «Уралсервисгрупп» придется оплачивать каждый день просрочки. Движение трамваев по мосту в районе Коксахима должно возобновиться на следующей неделе. Мария Минина, Тимур Баташев, 31 канал.